В Государственную Думу Российской Федерации недавно внесли пять законопроектов, усиливающих ответственность за нарушение правил пребывания иностранными гражданами на территории Российской Федерации. Внесенные законопроекты уже встречают наказание за организацию незаконной миграции, а также вводят новую ответственность для юридических лиц за подделку документов и позволяют бойкотировать сайты с незаконными услугами для мигрантов. Активно такой работой занимаются дружинники Сообщественного объединения «Русская община», которые периодически, систематически, совместно с правительными органами Сообщественной организации «Народоконтроль» проводят совместные ряды в местах массового скопления мигрантов, которые проживают на территории города Екатеринбурга незаконно. Периодически жителями Екатеринбурга направляются обращения также на сайт общественной организации. Недавно мы получили еще одно обращение, где житель города увидел вывеску. Возможно, предположительно, объявление размещено предпринимателями и организаторами незаконных услугов. И в связи с чем общественные государственные контроли вместе с «Русской общиной» решили проверить эту информацию. Перед тем, как нанести визит на данный адрес, созвонились с работодателем, созвонились с организатором этого хосового. Здравствуйте. Общежитие можно снять? Можно. А какой адрес? Куда подъехать? Сколько человек вас будет жить? Четыре человека. Четыре. А на какой срок? Одна неделя. Только приехали или по патенту работаете? Я сейчас номер телефона дам своему управляющему. Его зовут Дима. Дима с ним договоритесь, он вам скажет адрес, приедете, все посмотрите. 300 рублей в сутки. Регистрация, соответственно, включена. Здравствуйте. Вы по поводу общежития звонили? Да, да, звонили. Сколько человек? Четверо или больше будет? У нас есть на Уралмаше общежитие. Уральских рабочих 52А. К нам, значит, поступила жалоба от граждан, говорят, что здесь у вас хостел, да, типа, на Косинице. Ну, общежитие, да. Скажите, вот, хотелось бы уточнить, вот представители «Русская община» тоже совместно с нами проводят рейд. Хотелось бы уточнить, у вас вот такая правая форма организационного комитета? Да, 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 с директором я просто... У вас ИП или ООО? Нет, ООО, но я просто не управляющий, я же, извините, звонили и директор, скорее всего. Нет, ну, вы же понимаете, что гостиничный бизнес, она как бы почти уравняется хостелу, да, то есть хостел должен, перед тем, как заниматься водительством, они должны оформить пожарную инспекцию, там, СЭС, то есть у них должны быть все эти этапы, даже пройти, и после того, как заниматься этим бизнесом. Можно посмотреть, да, у вас? Да. Пойдите, пожалуйста. Пойдем, пожалуйста. Находимся непосредственно в своем помещении этого хостелого, видим, что, ух ты, котел. Ну, помещение сразу бросается в глаза то, то несоответствие, которое идет в разрез санитарных правилам и нормам, то есть там, я так понял, насколько я понял, но в соответствии с нашим загоном, на каждого жильца, на каждого постояльца предусматривается определенная квадратура, да, там, то ли полтора, то ли два квадратных метра, если вот так вот. На одну, на одно койко место должно определяться 4 квадратных метра, даже если кровать двухъярусная. Да, вот здесь вот по адресу у нас уральских рабочих 52А, с другой стороны расположено такое помещение, ну, это, может, как казарма какая-то солдатская, да, грубо говоря, и запах жилой дом, еще в хостеле. И более жилой дом, да. То есть, нет ни запрещения, это не жилое помещение? Вы перевели его не жилое помещение? Я не вижу. Есть документальные. Подскажите, пожалуйста, вот у вас заключен договор с санэпидемстанцией? Нет, не у меня, у директора. Мусорное ведро, вот еще одно помещение. А, здесь нет помещения? Да. Нет помещения? Да, здесь тоже помещение, да. Да, и там еще помещение. Как плохо стоять, кровати, да, то есть друг друга практически нет. Да, то есть пожарная безопасность вообще? Данный хостел не отвечает требованиям пожарной безопасности, не отвечает требованиям санитарных норм и правил. Возникает вопрос, согласовано ли проживание мигрантов миграционными структурами, которые регулируют пребывание граждан на территории Северска. Имеются ли у них разрешительные документы, каким образом они проходили проверку на знание русского языка. Такая концентрация жителей в таком помещении вызывает определенное опасение. Нормам и правилам стандартов на каждого жителя, на каждого человека предполагается 4 квадратных метра. В данном случае мы видим, что койки установлены буквально плотную друг к другу. И сама атмосфера говорит о том, что жители, проживающие, мигранты, проживающие в этом хостеле, провоцируют возникновение очагов инфекционных заболеваний, инфекционных заболеваний, распространенных заболеваний. Так как эти граждане, которые здесь проживают, они идут на работу, контактируют с другими гражданами. Таким образом, есть определенные риски. И возникает вопрос, каким образом ими проходятся медицинские осмотры, кто это проверяет, кто это регулирует. И, соответственно, общественники с русской общиной и с народного контроля намерены обратиться с обращением правоохранительных органов. В частности, подразделение, которое занимается контролем за движением мигрантов на территории сферерации, также будет направлено обращение в прокуратуру города Катеринбурга, для того, чтобы им была инициирована проверка со стороны соответствующих органов.